на своем канале в рубрике кухня сегодня я буду делать настойку на сухофруктах делаю первый раз буквально через неделю у меня день рождения поэтому нужно подготовиться сухофрукты самые обычные в магазине приобретенные в основном тут яблоки конечно вот их предварительно я промыл и немножко они постояли в воде подразмекли чуть-чуть я решил что им нужно взять немного влаги чтобы при настаивании влага немного разбавила вода разбавила алкоголь так как самогон крепкий ну и водка соответственно я не хочу чтобы напиток был крепкий хочу добиться градусов 20 ничего добавлять и больше не буду помимо этого вот сахар добавлю уже по вкусу ну и соответственно водой разбавлю тоже уже по вкусу засыпаем наши сухофрукты алкоголь у меня примерно одинаковое количество сухофруктов у нас ушло вот и сейчас осталось залить туда алкоголь в общем как я уже сказал ничего добавлять я больше не буду были только алкоголь здесь у меня примерно пол бутылки самогона пол бутылки было так выпито обычно я делаю перед настаиванием определенную процедуру с алкоголем я фильтрую через угольный фильтр обычный фильтр кувшин сегодня время поджимать и решил сделать настойку перед своим днем рождения и у меня нет на данный момент фильтра поэтому я сделаю просто без фильтрации предварительной но потом в конце после настаивания я отфильтрую уже готовый напиток примерно одинаковое количество получилось водки немного чуть-чуть побольше принципе ничего страшного в любом случае самогон нужно будет разбавлять потому что градусов 55 он примерно должен быть самогон домашний водка обычная так что разбавлять все равно будет необходимо и также добавлять сахар по вкусу а то еще сахаром забродит все времени в принципе неделя буду посматривать если что еще дополнительно буду снимать видео с отметкой сколько прошло дней и как идет процесс настаивания видно часть сухофруктов сплыва видимо это та часть которая не взяла на себя влагу так сильно в принципе вроде бы и круга какая-то есть ягоды сухофрукты в общем не выше сорт ну и ладно главное это от сухофруктов это просто привкус и цвет аромат а все остальное сделать угольный фильтр в общем ждем процесса настойка настоялась уже прошло 13 дней я не снимал так как считаю это не сильно значительное было я добавлял еще сюда по 2 столовых ложки смородиного варенья вот ну конечно настолько перестояла уже больше чем я планировал 13 дней все-таки я планировал неделю вот не было мне возможности заняться видео чтобы снять все это дело до конца вот но я думаю ничего страшного нету тем не менее настойку уже дегустировали вот водочку так уже значительно отпили самогонку тоже дегустировали теперь я покажу как я наделываю все это дело до конца вот такие процедуры дело в том что вот не было у меня возможности заморочиться вот с фильтром обычная кассета угольная обычный куршин и не знаю говорил я или нет в начале что обычно я до настаивания фильтрую алкоголь вот и также фильтрую после что это дает это дает то что убираются все лишние примеси которые есть в алкоголе я как-то делала настойку на водке и не было самогонки я поехал выбирать водку множество выбора было но как бы ценник во первых и мне по сути то нужен только спирт и алкоголь был со всякими примесями какими-то там в общем химическая какая-то водка блин в итоге я выбрал почти можно сказать самый дешевый такой вариант где был только спирт вода и там и все вот то есть водка это воняло просто жесть после того как я профильтровал ее пять раз то есть пять кругов раз прошла опять залил два и так пять раз после пятикратной фильтрации это совсем другой алкоголь был даже на запах не было вот этой вот этого вонючего неприятного запаха пахло чуть ли не медицинским спиртом так вот наш алкоголь настоялся теперь я его про фильтрую через фильтр так вот хочу заметить что когда покупайте вот как лучше логистику сделать этого процесса когда покупайте фильтр я беру набор тут сразу две кассеты вот так как два вида алкоголя то есть самогонка и водка так как от самого на самогон просто это можно сказать сахарная водка на дрожжах просто и на сахаре сброшенная вот и домашним домашнего приготовления перегонки и как бы присутствует запах дрожжей вот этот неприятный запах самогона крепость у нее где-то градуса 50 наверное водка 40 уже я думаю поменьше потому что как бы пьется настойка на водке вполне приятно можно ее не запивать закусывать чем-нибудь там сладенькими там шоколадками фруктиками вот я фильтрую сначала как сначала я фильтрую водку белую вот новая кассета поставил фильтруем сначала водку водку профильтровали потом фильтруем самогонку вот на этой кассете на одной самогонку профильтровали и как бы после того как профильтровали самогонкой если опять туда заливать потом водку фильтровать то будет уже запах вот этого немного будет примешается он запах этот хотя не примешается в общем смысл такой что сначала без неокрашенный алкоголь мы фильтруем то есть весь алкоголь который есть у вас который вы планируете настоять даже просто не настоять просто даже водка уже профильтрованная или либо самогонка это совсем другой напиток пьется совсем по-другому вот лучше рекомендую вам профильтровать вот сначала не окрашенный алкоголь фильтруйте потом фильтруйте окрашенный в данном случае чтобы у меня не было никаких там состыков я сначала профильтрую водку вот вот профильтрую потом буду фильтровать уже самогонку и после того как мы окрашенный алкоголь профильтровали этой кассеты мы фильтруем только окрашенные алкоголи то есть потом уже когда перед тем как поставить новую настойку вы соберетесь фильтровать алкоголь неокрашенный лучше этого не делать он окрасится для этого есть вторая кассета одну кассету заведите прям так подпишите можете маркером на ней написать перманентным стирается что там страшно не будет вот прямо на ней сделайте пометки что она под алкоголь другая под настойку вот и тогда у вас будет две кассеты на стойке я просто делал почему стал фильтровать на стойке кедровки когда я делал я размалывал орехи то есть они были размолотые разбиты для большего лучшего всасывания так скажем и отдачи всего того что у них есть в орехах в алкоголь вот и потом после этого после настаивания мутная была жидкость то есть настойка была мутная и я никак не мог справиться с тем чтобы отфильтровать чтобы кристально чистая была прозрачная жидкость вот но как бы здесь у нас особо такого нет ничего тем не менее чтобы не заморачиваться с марлями и всякими возможными там фильтрами бумажными я использую такой такую кассету вот она конечно периодически забивается но тем не менее вот этот две штуки я купил за 200 по моему рублей то есть самая дешевая там угольная главное чтобы было кассета не буду рекламировать может быть у вас городе какая-то другая фирма лидер на рынке вот поэтому она конечно под забьется через время и когда она забьется вот это вот кассета уже окрашенная вы берете следующие покупаете еще две кассеты но та которая была использована под неокрашенный алкоголь вы ее ставите сюда для окрашенного алкоголя потом будете через нее фильтровать уже окрашенный а свежую через свежую будете фильтровать неокрашенный алкоголь ну а по литрам я думаю примерно также можно как по инструкции написано сколько литров воды можно профильтровать столько и алкоголя можно через нее ведом и фильтровать то есть это уже опытным путем определите сколько уровень загрязненности время использования кассеты что же приступим к тому чтобы перелить нашу водку сюда вот в емкость для того чтобы она у нас профильтровалась и потом ее перейдем в такую красивую бутылочку с такой красивой пробочкой так теперь как вы можете заметить у меня начинает капать прозрачная жидкость это потому что в инструкции было написано что нужно наполнить кассету водой в общем я сначала сделал это по инструкции не вижу ничего в этом плохого потому что как бы мне не очень нравится когда крепко сильно крепкий напиток поэтому если разбавится немножко водой абсолютно ничего страшного в этом то и нет ну а раньше до этого я как бы таким образом не делал я сразу ставил сухую кассету и заливал просто туда алкоголь в этот раз я решил как бы немножко под разбавить водой таким образом поэтому нормально по сахару и соответственно я сахар сюда не добавлял только две столовых ложки варенья добавил но сухофрукты конечно не высший сорт в основном здесь яблоки и настойка по аромату она дает таким яблочным вкусом какая-то получилось яблочная настрой настойка но в любом случае пить ее намного приятнее чем пить просто вот уже вроде немного начинает окрашиваться и темнеет наша настойка профильтрованная вот тут принципе объем не очень большой видно вот у нас есть мусор который там плавает который прошел через сито вот поэтому вот эта кассета у нас отделит все это дело у нас получится чистый чистый кристально чистый напиток фильтровать я ее буду на пять раз ну в принципе на 3 достаточно ну как бы для пущей уверенности можно и на 5 вот в принципе водка неплохая была основа то можно в принципе и на три раза водку прогнать а самогонки я буду прогонять наверно на пять раз потому что она это она по вонючие вот водка более-менее нормально тем более водку уже дегустировали вот думаю три раза будет достаточно в общем профильтрую три раза и все переливаем бутылку и она готова и затем будет фильтровать самогоночку чуть-чуть осталось значительная часть ушла в общем такое видео если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь буду еще снимать всякие видео для вас